приветствую вас на нашем канале про пчеловодство и сегодняшняя тема видео у нас получается очень таки банальная и как бы смутная я бы сказал и очень таки неприятная но во всяком случае я должен высказать свою точку зрения и просто предупредить людей которые думают что коронавирус никак не повлияет на пчеловодство в общем это такая пандемия которая распространяется я думаю на эту тему рассказывать вообще ничего не нужно потому что уже наверное определенное время по телевизору рассказали очень много информации и оттуда можно черпнуть просто напомню что все это появилось в китае потом она распространилась по всему миру сейчас есть некоторые уголки где нет этого как бы вируса но это тоже пока временно массовый удар нанес вирус по жителям италии и вроде испании потому что виталий если я не ошибаюсь уже перевалило за 500 погибших в день если мы посчитаем что это на определенных участках на территории это не имеется ввиду что вся страна уражена этой болезни и поэтому друзья что хочу сказать если на данное время в украине тоже определенным образом понемножку начинаются сжиматься как конституционные права граждан украины но здесь я в общем вижу ничего в этом плохого не вижу потому что людей действительности дубинками прям нужно загонять потому что я как смотрю как эти пенсионеры перемещаются я вообще не понимаю куда вам куда вам на кладбище вы спешите или куда сидите нахер дома нет они все лазят они все куб кучкой понимаем в дома скучно и даже я по своему маленькому городке вижу что это колоссальная проблема что хочу сказать еще даже когда я задавал пять дней или даже шесть дней назад опрос делал фейсбуке задавал такой вопрос что будем делать если что то люди многие сказали ну в общем так более-менее халатно к этому относились но некоторые уже тоже продумали наперед и сказали что мы уезжаем на пасеку и будем там сидеть пока это все не закончится что хочу сказать опять же 5 дней была одна ситуация сейчас вообще другая ситуация 5 дней было там несколько заболевших и один вроде погибший этот человек приехал с польши это вроде женщина она погибших больше они растут геометрические прогрессии и больные тоже растут геометрической прогрессии но опять же нужно тоже фильтровать ту информацию что нам говорят по телевизоре почему все при очень просто тестом нету анализы проходят намного позднее это имеется ввиду что уже если мы немножко по фильтруем то там есть такие случаи и наверное они не поодинокие что люди умирают а тесты еще не пришли потому что они берут анализы отправляют анализ должен прийти через несколько дней вот эти короче быстрые тесты и просто не хватает их нет что хочу сказать еще поэтому уже на это время уже все у нас закрыто дороги еще пока не перекрыты для частного автомобиля все остальное закрыто и там как бы имеется ввиду передвижение идет только для медперсонала и для людей которые обслуживают это там коммунальные продавцы еще там не буду опять же перечислять потому что это все можно увидеть по телевизору на данное время пока мы еще можем но это прошло всего лишь на всего пять дней в то время когда я задавал этот вопрос тогда еще все передвигалась а вроде хотя уже как бы немножко сжималась а на данное время уже все как дальше будет развиваться вот эта ситуация никто вообще не знает вообще имеется ввиду если будут расти смертельные как бы случаи то я думаю что вплоть до того что закроют всех и и будем сидеть по домах вообще более там в селах маленьких селах там маленьких городах там немножко проще люди которые живут более больших городах они просто их просто закрывать чтобы они не передвигались ну понятно магазин и все куда едешь как едешь и это возможно почему я делаю такой вывод друзья если в интернете появляется информация что уже готовятся вип-палаты в клиниках киевских представьте себе вип-палаты в киевских клиниках это уже означает что для очень богатых и влиятельных людей не хватает места в частных клиниках понимаете потому что у нас еще много частных клиник если они не могут принять то количество больных а то и полады вы представляете что уже как бы есть какой-то резерв люди вот эти побогаче они переживают ну конечно цинизм зашкаливает и не знаю как это произойдет если на определенную площадку будет один лежать перец я даже не знаю кто но какая разница кто он такой есть почему другой человек не может в той же палате ли там три или четыре человека они могут получать как бы медицин медицинскую помощь почему один перец должен получать плюс для него должна быть отдельная там медбригада его обслуживает отдельный персонал но это ребята вообще что-то из районов средневековья и такого видя короче ну такая интересная что имеется ввиду что вот эта информация способствует ему предложить размышлению что дальше дальше будет усугубляться и что больше всего что будет закрываться все что нас просто закроет не знаю как что куда здесь конечно можно что 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 хотите говорить я все понимаю может быть и даже еды не хватит и всего но какие-то шаги будет что-то делать это правительство потому что всех лечить она просто не сможет а уже нет нет чем лечить потому что масок и всего спец что-то делать уж надо правильно лучше всех закрыть и хай пускай зубы умирают чем ну короче здесь такая ситуация я думаю что будут закрывать будут закрывать через определенное время конечно может быть и не будут слава богу чтобы не закрывали чтобы это все закончилось и все пошло дальше но если будут закрывать то вы подумайте наперед что пчелы есть где-то что я в этом случае предлагаю я в этом случае предлагаю что нужно хоть как-то поехать сделать хоть на данное время еще даже можно же доехать там своим транспортом сделайте на разовое расширение если в лежаках то вообще там прелесть поставил рамки можно даже натянутую вощину поставить можно поставить оттянутую вощину ну имеется ввиду сушу сущий вощину бах бах поставил и все сейчас они очень сильно расширяться не буду не буду там рамка 2 может 3 ну конечно в зависимости насколько продлится этот карантин пик развития общения них семей на данное время я думаю это если зависимости опять же от погоды припадает нас в основном на 1 мая это где-то то время может плюс-минус неделька вот вы представьте себе что плюс-минус неделька ну что там уже до мая осталось уже почти ничего не осталось а может даже с такой температуры более такие семьи могут уже нагнать на двадцатое число уже быть предраевые состояния и нужно расширяться куда они будут расширяться если они будут закрыть и пчеловод будет сидеть на карантине поэтому лучше поставить что-то чтобы пчел расширялись ну просто предугадать эту ситуацию наперед потому что все меняется в стране очень быстро что еще хочу сказать очень сильно может повлиять это тоже на пакетчиков конечно это очень больно будет я друзья не хочу там не злорастую потому хотя я имею небольшой зубной пакетчиков потому что они они все время говорят что у них все хорошо а плохо только пчеловодом которых мозгов нет и они там переживают это имеется ввиду и всегда меня как бы подстрекаю что я говорю что я подстрекаю вот этих людей что я специально поднимают эту тему там и фейсбуке еще здесь для того чтобы люди рвали глотку друг другу то друзья нет если цена меда маленькая то и пакетчики должны за это переживать я всегда это поди если пчеловодство то оно все вместе но на данное время может быть нанесен удар от именно пакетчиком потому что пик развития как раз где-то припадает на торговлю я думаю что припадет на торговлю пакетов это середина апреля и конец и май это где-то туда и получается что если будут закрыты дороги потому что вообще ездить можно будет я так думаю но но если ведут например по талонах как сейчас уже ввели вроде несколько дней назад это было на грани фантастики сейчас только по талонах там ездить медперсоналы еще там кто там сейчас уже все видите раньше все сейчас уже так к чему я это веду что также сможет и на заправках вести также задавать вопрос куда ты едешь чего ты едешь согласитесь пакеты это не чрезвычайное такое как бы средства и пчелы это тоже не первое не товары первой необходимости поэтому друзья могут просто не пускать никуда не вообще муж могут конечно пересылать поштой но опять же что это повышает очень болью очень сильно повышает и мошенничество и обманы вот эти будут это очень куча проблем хотя но же очень большое количество пчелопакетов мигрирует точке в другую это опять же что влечет за собой удар по определенных регионах где вот именно развиваются эти пчелопакеты не надо там рассказывать что кто-то будет мед качать это это еще друзья если вы работаете на пакет это вы работаете на пакет и у вас как бы вы заранее там зарабатываете дальше дальше это дальше понимаете потом может что за что хочу сказать повлечет за собой матки матки тоже понимаете когда будет вопрос покупки матки или килограмма гречки то конечно человек купит килограмм гречки чтобы прокормить свою семью и здесь опять же такая проблема что у нас же тоже рынок маток очень большой очень много людей на этом зарабатывает это будет общего да и в конце сезона конечно я не знаю как как плюс конечно как может быть как позитив может быть такая ситуация что с этой эпидемии коронавируса могут подняться там покупка закупка меда ну на внутреннем рынке явно что перекуп этом его будут покупать но не очень дорого хотя здесь тоже такая интересная информация что перекупы во всех европейских странах мед вымели нафиг в первую очередь если верить информацию я там конечно не был не знаю но говорю что такая информация есть что мед вот это тоже все пошло она как бы средства укрепляющие иммунитет она пошло в первую очередь цены как мы видим никто не поднимает если верить нашим экспортером у них полные склады и опять же на определенное время люди заработают хорошие деньги брау видите даже в этом случае некоторые люди смогут иметь пользу что еще хотел сказать про внутренний рынок если такая болезнь поднимется и если будут покупать на внутреннем рынке мед очень большом количестве но здесь еще что-то можно будет заработать все так что пчеловодство может получить очень такой тяжелый удар непоправимый что я хочу проанализировать друзья не забывайте если что лучше поедет сделайте расширение в лежаках поставьте еще 5-6 рамок доставьте сбоку уберите ту перегородку там утепляющую проблемы это никакой не даст вы не потеряете пчел даже если будет легкий аскофероз но ничего страшного я так думаю потому что даже когда и пчеловод ездит там перепады расширения там челок доставляются рамки тоже бывает что некоторые семьи заражаются аскоферозом прохала ну прохлаждается расплод и то и все но это мелочи по сравнению с тем что вот например ваша семья улетит к примеру хотя я вам сразу говорю некоторые не умелые пчеловоды когда разрывают гнездо ставят рамки для расширения это первое что происходит болезнь а если вы сбоку поставите рамки то клуб будет расширяться и ничего страшного в этом не будет и даже я думаю что даже болезни никаких не будет ставьте просто сушь ващину в перемешку и все доставьте там под их 5 рамок если надо ставьте полный лежак потому что я на свой точек планирую поехать у меня хоть проблемы никакой такой нет но я думаю что вполне возможно вполне возможно мы сейчас герои мы герои в чем что у нас есть свой автомобиль и я сел поехал куда мне надо полями тропами туда-сюда ну поймите правильно люди тоже не дураки ну там я имею ввиду сделает такую ситуацию что на заправках только по карточках выдавать топливу и куда ты уже поедешь хорошо если ты имеешь возможность заправляться понимаете но если ты будешь иметь возможность дадут карт ну карточки от примеру фермера там полиции кто там же медперсоналы ну все еще какие-то там что продукты будет ну все что все что угодно могут вычудить понимаете вплоть до того что могут поставить милицию чтобы ездила и задавала там такой глупый вопрос куда едешь если ты не имеешь документа куда ты едешь штрафовать ну-ка я просто к примеру говорю все это возможно в ближайшее будущее просто нужно предугадать конечно возможно что все это закончится вот завтра в бах и закончилась и всеми на это забыли посмеялись и кончилось но но это может и не произойти поэтому я и говорю друзья нужно предугадать что будет и ехать и по возможности вот если вас будет возможно сейчас нет проблемы можно сесть пока только не ездит общественный транспорт частные автомобили пропускают без проблем но я не знаю может быть будет какую-то там политинформацию проводить по поводу того что крана вирус то да все маски перчатки но я не знаю где их конечно взять у нас масок перчаток нет и наверное их уже не будет нафига никому надо короче бардак как обычно что касается этого то бардака мы за своими пчелами должны как бы посмотреть мы должны как бы сделать все правильно обдумайте эту информацию что я вам сказал вы просто вот реально подумайте и при возможности если вы сейчас на работе это на выходные просто поедете расширьте пасе доставьте рамки даже по несколько рамок и есть ващина ставьте ващину нет ващины не ставьте ващину ставьте только слушай делайте хоть что-нибудь просто такая ситуация друзья потому что я знаю что многие пчеловоды которые меня смотрят они более-менее начинающие они на работе они молодые и потом просто жалко будет и люди вложили деньги и вся ценность вот этого ящика квадратного с пчелами вся ценность это в пчелах потому что ящик стоит 200 гривен бушный я к примеру просто объясняю ващина за сезон и и моль съест останутся только рамки ценности вообще никакой нет что вы понимали если пчел нету в этом ящике квадратном то нет и ващины вот и все а самые ценные это пчелы и в действительности ващина рамки это ничего потом начинаешь купишь 20 рамок на 20 рамок ващины покупай сумма вылезет и купи еще пчел или там ройс поймай но это тоже не расширение ну я просто вас предупреждаю друзья нужно будет что-то сделать чтобы проблем никаких не было ну все на этом хочу закончить я потом еще конечно может быть что-то выложу какую-то информацию я вот на на выходные по-любому поеду уже температура стала и буду расширять эти семьи на свой точек я не знающие я буду ездить туда-сюда есть ли смысл туда потом ездить но будем как бы смотреть все на этом хочу закончить всем всего на лучшего пока